здравствуйте друзья мы продолжаем наш обход домов на продаже смотрим опенхаузы тут прилично вообще сегодня какой-то такой день мы все время попадаем в кулдысаки такие вот цвета выбрала такие да я извиняюсь значит вот вы видите кулдысак здесь не все такие дворцового плана постройки уже эхо вот я говорю свет ты слышишь эхо так интересно так вот и такую панораму показывают вот у нас светлана я думаю по количеству машин ждут много желающих вот они тут скопились вот этот дом вот этот довольно внушительный до свет он новый он считается на то есть он только что построен ну давай посмотрим параметры его скажи какие-то давай я может быть подойду ближе там поснимаю но в принципе что там давай 4 спальни так и четыре и ты три с половиной туалета площадь 200 квадратных метров 2040 небольшой маленький 5 480 поэтому дом небольшой до 5 с половиной соток участок и они хотят 2 миллиона цена за спирт 990 долларов то есть с учетом земли как бы если посмотреть площадь постройки с учетом стоимости земли то получается что 1000 долларов за скверфуд площади дома так ну что же очень дорого очень дорого уже сколько стоит да то есть не не улетел со свистом тут такая некошенная травка густая насадили для продажи красиво все но ненадолго обычно вот это вот долго не живет продадут дом и дальше надо как-то тоже соображать что делать тут с этим всем хозяйством обувка а мы ее снимем ну что вот входная дверь и мы здесь заходим в дом вот мы заходим замечательно полно вы помните что дом дом совсем совсем новый тут должно быть все очень свеженькая симпатичненько так вот дверь налево ну-ка пошли а гараж гараж такое ощущение что он что-то не доделать что ли что там у нее такое странное вот тут как-то странно выглядит да а так конечно гараж на две машинки вполне типичный хорошо современный так тут же у входа дверь я подозреваю что это шкаф плотиной да так оно и есть немножко незавершенный тут нет перекладинки на что повесить в принципе это стильной шкаф плотиной шкаф так тут такой такая развилка образовалась и с одной стороны у нас бедрум слушайте довольно странном месте бедрум так делают но в общем да вот этот бедрум прямо туда на улицу к соседским лимонам так вот шкаф тут у нас значит все так в общем более-менее понятно чисто внешне выход можно сказать что во двор не во двор я здесь туда в бок а куда же вот здесь попадет я даже не представляю то есть это даже еще не прикрыта забором участка то есть вот эта дверь ведь вот там читалось участок огорожен собором а вот здесь просто улица то есть заходи может сказать к нам спальню кто хочет прямо с улицы ладно так и тут ну санузел значит такой как бы мастер бедрум получается да свет это мастер что ли но со своим туалетом довольно так в принципе делают спальню с видом на улицу по странным архитектурным принципам но мы сейчас пошли дальше смотреть выходим мы из этого бедрума вот тут напротив пятачок так еще один бедрум ага но этот хотя бы вот хотя бы окнами выходит за забор вот как бы на свою территорию вот такой подоконник сюда знаете зачастую шьют такой матрасик вот прямо на окно и на нем можно спать на нем можно сидеть болтать сидеть хорошо да это довольно уютно особенно если вид из окна хороший ну не данном случае где на забор а так вот да кроватка ну чё ну да нормальная спаленка да идем идем дальше сушилка ну да открой смотри как большие стирал посушилка ну-ка давай посмотрим а место место необычное зашел в дом тут же постирался так хорошо идем дальше так зато туалет вот рядом а пока там стирается сушится сходил в туалет так значит отходи ка туалет небольшой я так понимаю что это гостевой туалет с другой стороны обычно в гостевом туалете ну такой когда гости пришли обычно в гостевом туалете душ не делают это довольно странно вот так зашел в дом туалет хорошо туалет с душем это уже немножко странно привет немножко странно у людей такая фантазия вот картинки вот красивые повесили так идем потолок высокий хороший цвета на девять фото 10 потолок так теперь в какую-то зону такую типа дайнинг дадут люди может быть даже кушать вот а там еще на один фут видите еще на один фут приподнято там же может быть 10 футов и вот там типа сваровский такая люстрочка маленькая ну странно не странно что-то в этом есть да ну что-то что-то есть так что за этой дверью светить за этой маленькой дверка что посмотрим шкафчик понял понял так это большой просторный мастер бедрум как говорят не изучившие толком русского не изучившие толком английского русские мигранты мастер бедрум вот значит тут много простора так значит о да 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 это мастер басрум при мастер бедруми слушай что же такую маленькую ванночку закосили наверное нет на той же площади могли бы ванночку побольше сделать так ну это у нас туалет хорошо когда в туалете сидишь и такой потолок высокий знаешь три метра потолок хорошо вот и и шкафчик и шкафчики как-то они недоиспользовали мне кажется площадь они сделали коммерческий такой вариант не для себя для себя баним без без поцелуи без любви да слушай как там и за угол куда-то пошло ты смотри там что ты идешь идешь а там еще за угол и за углом еще полочки мне это напоминает фразу троцкого льва давид чар который говорил что такое впечатление что москву строил пьяный архитектор и и вот еще скажи а он понимаешь он же он же в эмиграции долго жил и там по сравнению с берлином парижем там и так далее вот понимаешь вот было ощущение что архитектор был нетрезвым хорошо хорошо нет нет мне определенно нравится снимать такое детская спальника где детская спальника пошли смотреть чтобы ребенок слышал все разговоры так ну она детская просто в силу покраски расцветки одеяла она маленькая да просто поталок высокий она кажется побольше на самом деле тут действительно так я честно сказать в качестве отделки и материалов и так далее не вижу вот скажем хорошего нового строительства понимаешь туда ну очень дешево все сделал очень чип пошли то что заработать на этом доме нельзя а то как они построили но нужно довольно так постой тут вот подойдет песочек мы наконец пришли в типа кухню так ведь это open space кухня друзья у нее очень внушительного размера раковина на айленде так а больше нет раковины то есть а как интересно у них вообще раковины только находится вот здесь вот раковина да ну и обычно значит там полно грязной посуды да которые здесь сидят вот они сидят и идут в такое место у них перед носом вот эта грязная посуда да ну нет друзья ну правда что хочешь можно делать это самому что-то не жить а когда человек заходит ему может быть нравится даже да обратите обратите внимание друзья что вот каунтер слева беленький а справа отлично отличается от беленького это специально сделано такое дизайнерское решение то чтобы не было повсеместно это повсеместно принятое дизайнерское решение это не то что пьяный был архитектор нет это они специально умудрились так вот тут вытяжка такая и тоже наверху знать как вот лучше всего на этой кухне смотреть наверх потому что там вот так прикольно лампочки да очень мило значит здесь по идее должен был где-то быть телевизор в таком месте как вот мы находимся может быть над камином да безусловно вот выход мы видим да вот тут выход для антенны есть и тут же есть выход для розетки вот в общем все такое присутствует и напоследок тут есть такая тещина комната как бы ну типа офис уже больше здесь ничего сделать нельзя такое странное очень сооружение мы вышли на улицу и здесь как бы не не должно быть сильно много земли просто просто нет вот они засыпали трухой корой толченый и вот такой дворик вот он видите они бетонной плиткой замостили и все больше тут ничего не то есть земли и здесь нет в принципе и даже намека наблюдать этот дом люди бухали такие большие деньги в строительство я уж не знаю кто у них был архитектором и кто хозяев этого дома но дело все в том что даже если просто на здравый смысл опираться должна быть в доме ирия где семья проводит время и должна быть спальная ирия нигра их вмешать так чтобы из кухни из дайнинга был хом вход в мастер спальню детский бедро будет вообще на задворка где их вообще не услышишь никогда и дом с них начинается здесь нарушены все основные принципы архитектурные люди в бухали такие деньги окажется такие деньги не уйдет просто потому что он плохой да просто подошел неправильный то есть он стоит как должен был бы стоить новый дом небольшой на небольшом участке но но поскольку он архитектурно безумный да ни одному человеку нормальным он понравится не может потому что здесь не принято заходить в дом и упираться сразу в детские спальни а иметь мастера свиты и и за последок света снимем вот дом который напротив потому что он симпатичный скажи в этот дом он такой вот это окно центральной обычно делают ливенгром красивой люстры чтобы это с улицы было видно если ты зажег свет да и с улицы было видно здесь планировка дома просто чудовищная совершенно да да друзья это необычный архитектурный проект прощаемся и уходим